Здравствуйте! Рада вас всех видеть. Когда Иерусалим был захвачен, тогда римляне запретили иудеям жить в Иерусалиме. Во время разрушения Иерусалима многие люди погибли. А всех иудеев продавали в плен, и они стоили дешевле, чем собаки, и многих убивали. Они были разбросаны по всему миру. Но начали происходить те вещи, о которых даже люди могли представить. Многие евреи переехали в Европу, но в Германии Гитлер убил многих евреев. Я был однажды в специальном месте. В 1945 году Перед тем, как фашистская Германия проиграла войну, убивали Констант-Герман 2 тысячи человек. Многих людей убивали. Потом многие евреи переехали в Россию. Поскольку Россия воевала с фашистской Германией, поэтому фашистская Германия убивала евреев, а Россия защищала их. И очень много было русскоязычных евреев. И в 1948 году, когда Израиль получил независимость, многие евреи переехали из России. И многие русскоязычные евреи вернулись домой. И получается, они говорят на английском, на еврейском, а еще хорошо говорят по-русски. И многие из них веровали в иудаизм. Мои проповеди транслируются через телеканал ТБН в Израиле. И говорят, в Израиле многие слушают мои проповеди, потому что среди выходцев Советского Союза есть и христиане. Говорят, многие слушают наше слово. Иногда у миссионера Тян, который служит там, спрашивают, «Вы знаете пастору Ксупак?» И они спрашивают, пастор Ксупак, он кореец или он еврей? Говорят, он кореец, а что? А как он так хорошо знает наши законы о жертвоприношении за грех? Сегодня утром начальник телеканала ТБН отправил мне письмо. Транслируется проповеди в Россию через телеканал ТБН. И он хочет со мной встретиться. Приглашает меня в Россию. И он хочет транслировать мои проповеди на еврейте в патриоканал ТБН. И он спрашивал, «Как вы об этом думаете?» Я пока еще не дал ответа. Я благодарен, когда вижу, как Бог действует. Евангелие от Луки 16 главе. «У одного человека был управитель». Управитель — это тот человек, который отвечает за хозяйство хозяина. И хозяину сообщили, что этот управитель, он расточает имение его. Естественно, это же не ему принадлежит, а он расточает. Говорят, расточает имение хозяина. Хозяин услышал это и позвал его. И говорит, «Вот, мне говорят, что ты расточаешь мое имение. Дай отчет и оставляй все это». И хозяин говорит, «Дай отчет и увольняйся, потому что ты не можешь работать». Управитель подумал, «До сих пор я мог хорошо жить в доме хозяина, но что будет, если меня уволят?» «Копать не могу, простить, стыжусь». «У, у меня есть хороший способ». И он собрал всех должников господина своего. И говорит, «Сколько ты должен господину моему?» И что им отвечают? «Давайте посмотрим Библию». А здесь написано «И призвав должников господина своего каждого порознь, сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, «Сто мер масла». И сказал ему, «Возьми твое расписку и садись скорее, напиши 50». Кто-то должен был дать сто мер пшеницы. Ему говорит, «Напиши 80». Управитель подумал, «Я нес ответственность за должников. И если я уменьшу то, что они должны, тогда даже если меня прогонят, эти люди помогут мне». Вот о чем он подумал. И хозяин узнал об этом. Если мы были бы на месте хозяина, что бы мы сказали? «Как ты смеешь расточать наши имения? Как ты можешь прощать долги?» Если мы были бы хозяином, мы должны были сказать эти слова. «Он должен был сто мер масла. Почему ты написал пятьдесят?» «А это должен был сто мер пшеницы. Почему ты сделал скидку?» «Почему ты простил им долги?» Он думал, что хозяин будет его ругать. Но что написано в Библии? Посмотрите внимательно слово. Восьмой стих. «И похвалил господина неверного, что догадливо поступил». Хозяин должен был наругать, но он похвалил. Когда я читал эту Библию, я был в изумлении. Кого символизирует господин? Бога. Иисуса. У Бога есть богатство. И Бог хочет использовать богатство, чтобы приобретать людей. Бог тот, который прощает и приобретает сердца людей. Вот что хотел господин. Когда я прочитал это слово, знаете, о чем я подумал? То, что мы живем перед Богом, это благодать Божия. Это милость Бога. Кто-то умирает в молодом возрасте, а я проживу до 70. Значит, я хорошо прожил. Все, что у меня есть, это милость Божия. И наша жизнь принадлежит Богу. Эта земля принадлежит Богу. И мудрость принадлежит Богу. И деньги принадлежат Богу. Чего же Господь Бог хочет от нас? Когда Он нам дал здоровье, когда Он нам дал жизнь, когда у нас есть богатство, когда у нас есть мудрость, если у нас есть положение, все это дается Богу. И Бог у меня спрашивает, «Я тебе дал здоровье. Я позволил тебе прожить до 80 лет почти. Давай посчитаем. Что ты делал в своей жизни ради меня? И знаете, я благодарен, что хотя я был недостой, но я мог жить ради Евангелия и ради Господа. у меня есть тетя, очень пожилом возрасте. Кто-то сказал, что она говорит, якобы я присвоил церковные деньги. Я поехал к тете, и я спрашиваю, «Тетя, кто вам сказал подобное?» Она же старше мне говорит, «Не знаю». «Ну, кто-то сказал». Тогда я подумал, «А, не стоило об этом говорить». С ней невозможно было беседовать. Когда я собрался уходить, я сказал, «Ладно, я пойду». Она говорит, «В смысле уходишь?» «Ну как, домой пойду?» «Правда?» «А где твой дом?» «В смысле? В Тейджоне». «Тогда я жил в Тейджоне». «А где ты живешь в Тейджоне?» «При церкви». «От ведь что, нет квартиры с твоей?» «Слушай, вот в нашей церкви пастор купил квартиру, получает деньги от братьев и сестер». «Слушай, если ты получаешь зарплату, принеси, я куплю тебе квартиру». «Если подумать, я же намного молодой, и поэтому я смогу лучше купить квартиру, чем она». Но мы не могли беседовать. Когда я возвращался домой, я подумал, «Может, мне действительно купить квартиру?» «Но потом какая мысль пришла ко мне?» «О, уксупак, ты готовишься к старости?» «Тогда мне можно не помогать?» «Мне казалось, что Бог говорит эти слова». «Знаете, на земле есть люди, которые могут принять все много, но они не могут иметь все. Есть люди, которые имеют богатство, но у них проблемы с детьми. У кого-то есть дети, есть богатство, но плохое здоровье. Очень сложно найти тех людей, у которых есть в совершенстве все. Я никогда не пытался вести такую жизнь. Но я был благодарен, что Бог дает мне здоровье и дает мне жить ради Евангелия. «Многие мои друзья уже умерли. И почти нет людей, у которых не было бы болезней в моем возрасте. Я был благодарен, что Бог мне дает здоровье, чтобы я мог благовестить Слово. Я утром проснулся и читал Библию. То имущество, которое Господин дал Управителю, принадлежит Господину. Я понял, что вот это здоровье, которое Бог мне дал, принадлежит Богу. Мудрость и Слово, которое есть во мне, это принадлежит Господу. Все это дал нам Господь. Я смог ясно почувствовать это. Если Богу не будет угодно, Он скажет, «Дай отчет. Больше я не позволю тебе быть на земле». Если хоть сегодня вечером Бог мне позовет, я должен пойти к Богу. Но знаете, что здесь интересно? Поскольку управитель понимает, что если он не отберет работу, ему будет трудно жить. И он созывает всех должников и сокращает их долги. И поскольку те люди получили прощение благодаря этому правителю, он думает, что если я потерял работу, ну, минимум, те люди мне помогут. Если бы мы были бы хозяинами, мы бы сказали, «Ты что, до последнего хочешь отобрать мое имущество? Что ты делаешь?» Мы бы наказали его. А Господин этот, Он похвалил управителя и говорит, «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». Всем, чем Бог дал нам, мы должны приобретать себе людей, приобретать друзей. Может быть, люди думают, «Я должен хорошо учиться, найти хорошую работу и жить хорошо». Но жизнь, которая у меня есть, принадлежит тоже моему господину. И здоровье принадлежит моему хозяину. И мое положение принадлежит господину. Если я красивый внешний, тогда это тоже принадлежит господину. Все, что есть у меня, принадлежит господину. И Господин говорит, «Если ты будешь это использовать ради плоти, я отберу его». И говорит, «Дай отчет, ты больше не можешь управлять». Услышав эти слова, управитель подумал, «Если меня хозяин прогонит, копать не могу, просить стыжусь». Когда я сижу здесь, мне нужно просить долги многим должникам хозяина. тогда даже если хозяин меня прогонит, они меня примут. Должен был сто мер масла, но если сделать половину, должны скажут, «А так можно?» «Я чуть не погиб, а вы мне помогайте». Мне казалось, что никогда не смогу вернуть. Но 50 мер я как-то постараюсь. Долженники, получив прощение, они радовались и веселились. Это слово, обращенное к нам от Бога. Бог дал нам здоровье. Все живое дал нам Бог. И мудрость дал нам Бог. И работу также нам дал Бог. И богатство дал нам Бог. И семью дал Бог нам. Все принадлежит Господу Богу. Тогда куда мы должны это использовать? Бог говорит мудрым тогда, когда мы используем это для того, чтобы приобрести людей. Написано, что Господь радовался, когда приобретали людей, а не богатство. Пока я жил, я встречал разные события. Когда я был бедным, когда мне было тяжело, я благодарен, что я мог получить милость с Богом. Когда мне было тяжело, если бы у меня не было бы мудрости Божьей, я бы и только стремился для того, чтобы жить хорошо, более обеспеченно. Когда я поехал впервые в Кимчон, я закончил в 68-м году службу в армии. Когда я ехал до Сеула, я всегда пересаживался в Кимчоне. И город Кимчон, хотя маленький город, но он был чистым, и он мне очень нравился. Я подумал, мне бы хотелось пожить в этом городе, чем в большом городе. В вашем городе слишком много людей, поэтому хотел жить в маленьком городе. И я подумал, что буду жить в Кимчоне. Я слушал в деревне Чангпали. Однако пока я слушал в армии, там уже начал слушать другой служитель вместо меня. И миссионер по имени Микафи сказал, давай будем работать вместе. И церковь Чангпали была открыта миссионерами Микафи. И это была первая церковь, которую он открыл в Корее. Вообще, он был строителем. И в Ко Чане был директор школы, очень выдающийся человек. И он очень хорошо владел английским языком. Он ходил в многие церкви в Америке. И говорил, мы хотим в Корее открыть школу, пожалуйста, помогите. И многие финансово помогли, чтобы открыли школу в Ко Чане. И однажды в одной церкви он говорил подобное. И тогда кто-то ему сказал, я хочу помочь строительству вашей школы, но у меня нет денег. Я строитель, я хорошо умею строить здания. Может, я построю ваше здание школой? И директор школы так обрадовался, потому что он не знал, как строить школы. И так открыли школу в городе Ко Чан. Он был строителем, но не проповедником. Но видя, как в Корее живут люди бедно, он старался, чтобы помочь Корее. И он купил небольшой участок и построил молитвенный дом. И сначала, когда давали подарки, собиралось 200 человек. А потом миссионер поехал в город О-Сан и хотел заниматься скотоводством, чтобы помочь жителям Кореи. И он поставил одного проповедника в Чанг-Па-Ли. Однако братья и сестер становился меньше и меньше. И ему было очень обидно за свою церковь. И он попросил миссионера Дэйк и сказал, давайте я вам передам молитвенный дом, а вы отправьте туда служителя. И миссионер спросил, может, ты будешь там служить? Я сказал, да, конечно. Первый день, когда я приехал, там собирались только две школьницы. Но пока я там служил, я был очень счастлив. 40-50 человек участвовало потом на собрании. Полтора года мы каждый день почти собирались по вечерам. Деревней нечем заниматься. Поэтому по вечеру мы собирались, пели гимны, свидетельствовали по очереди. Я передавал слово. Потом проводили молитвенное собрание. Каждый вечером мы так собирались. Мы были счастливы, когда видели, как новые люди получают спасение. Потом я пошел служить в армии, а вместо меня приехал другой служитель. И после армии я хотел служить в городе Кимчон. И хотя я не думал, я встретил миссионера Андерсена. Он предложил первым, что хочет пожить со мной один год вместе. И он молился, и Бог дал деньги, чтобы мы могли арендовать дом. И с того момента, знаете, чему я научился? Хотя я жил бедно, в трудных условиях, но я ясно видел, что Бог знает, когда у меня не хватает денег, и я видел, как Он помогает нам. Да, порой из-за того, что не было денег, мне было трудно, я молился перед Богом. Но одно я ясно знаю, что все, что у нас происходит, происходит от рук Бога. И деньги даются также Бога. Когда люди хорошо зарабатывают, они думают, что это они умные. И они думают, что они прилагают усилия и зарабатывают много денег. Но если смотрим, не все мудрые зарабатывают хорошо. И не все здоровые зарабатывают хорошо. Порой я начинал какое-то дело без денег. Да, порой было тяжело, но я видел, что это Бог меня тренирует и Бог помогает мне. Иными словами, я благодарю, что могу служить со здоровьем Евангелию. Я не знаю, сколько мне еще осталось. я уже в возрасте, скоро мне будет 80 лет. Знаете, я думал, что я смогу прожить только до 60 лет. И знаете, с того момента я начал готовиться к кончине моей жизни. Но мне скоро уже исполнится 80. И моя жизнь принадлежит Господу. Хоть сейчас, если Он позовет, мне придется пойти. Иного способа нет. Мое здоровье принадлежит Богу. И Евангелие дал мне Бог. И Слово также дал Бог. И мудрость дал мне Бог. От одного до десяти. Все, что у меня есть. Когда у людей получается, они думают, что они умные. Они думают, что они молодцы. Они считают, что они хорошие, поэтому они хорошие живут. Но это не так. Среди моих друзей есть те, которые хорошо зарабатывали денег. Но потом, прошло время, и я увидел, что они все потеряли. Я спросил, в чем же дело? Они говорят, ну вообще имущество, оно то есть, то его нет. Однажды мой друг сказал, эй, уксупак, пойдем поужинаем. Почему у тебя всегда нет времени? И мы встретились, чтобы поужинать вместе. после ужина. Он говорит, я живу здесь совсем ряда. Пойдем ко мне домой. Я сказал, ну хорошо, без проблем. И пока мы шли, он рассказывал о себе. Он переехал из деревни Сунсан, начал торговать вещи, и смог собрать много денег. И они купили одну квартиру. У жены был рак. И она была так рада, что купили квартиру. Затем до переезда, до 12 часов, она разбирала вещи. Но, знаете, она плохо себя почувствовала, ее положили в больницу на следующий день. А через месяц она умерла. Он был совсем молодым, поэтому его познакомили с какой-то женщиной, чтобы они и шенились. А эта женщина сказала, а вы можете оформить эту квартиру на меня? Он сказал, это невозможно. Он сказал, если бы у меня было бы две квартиры, может быть, я одну оформил, но у меня одна квартира. А что, если я на тебя оформлю, а ты уйдешь, тогда что у меня останется? А она говорит, а если ты умрешь, то дети прогуляют твои меня, тогда что со мной будет? Тогда он сказал, давай не будем жениться. И они просто расстались. И он не стал жениться. Познакомились со второй женщиной. Она сказала то же самое. Он сказал, все, даже не начинай, до свидания. И он начал жить в одиночестве. Было два сына, старший сын женился, но у него нет детей. А младший не хочет жениться, потому что, говорит, отец живет один. Мой друг однажды был у меня дома. И мои внуки обнимали меня и говорили, дедушка, и он так завидовал мне. Я понял, что то, что я имею, это не просто так. Бог благословил меня. У меня есть сын, есть дочка, аж четыре внука есть. Есть внук, похожий на поросенка, есть внук, похожий на слона. самого младшего внука, я называю поросенка. И он приехал в Корею и похудел на 10 килограммов. и он разговаривал со своим отцом, и говорит, «О, у тебя рубашка стала больше». А он так радуется. «Когда я читал Библию, я понял, то, что я живу, это не просто я живу. Конечно, я заранее об этом знал. Если господин скажет, «Оставь сегодня», я должен все оставить сегодня. Даже если ты молод, но если Бог скажет, «Оставь», ты должен все оставить и пойти к Господу. «Я понял, мое здоровье не принадлежит мне. Если сегодня он не поможет, я могу заболеть прямо сейчас. У меня есть обувь, есть одежда. Но если он скажет, «Отдай сегодня», кто сможет помешать этому? Все, что есть у меня, принадлежит не мне, а Господу. Бог дал хорошие вещи, потому что я благовестный Евангелие. Позволил мне носить хорошую обувь. Позволил мне ездить на хорошей машине. Все, что у меня есть, оказывается, не мое, а принадлежит Богу и мое здоровье, и моя жизнь, и мое имущество, и моя мудрость, и покой, и радость. Однако, если мы напрасно пользуемся тем, что дал нам Бог, если Он скажет, «Все, да я что, что вы скажете Ему?» Теперь нам надо говорить о Евангелии. Управитель собрал всех должников и спрашивает, «Сколько ты должен моему господину?» Кто-то говорит, «100 мер пшеницы». Быстро исправь на 80. Прощает 20 мер. Кто-то говорит, «100 мер масла». Скорее исправь на 50. И прощает долги этих должников. Мне кажется, это есть хобби Бога. Он прощает наши грехи, прощает наши долги, Он омывает нас. С точки зрения этого мира, кажется, что господин делает глупость. Но для господина неважно богатство. Господин похвалил, потому что он радовался тому, что этот управитель приобрел людей. Мы подобны перед Иисусом этому правителю. Виноградарь, пока жили в винограднике, они посчитали, что это им принадлежит. И когда пришли, чтобы взять деньги, тогда им стало обидно и убили рабов хозяина. Я понял, «А, вот чему я должен научиться». То, что у меня есть, это не мое. Бог позволил мне жить ради Евангелия. Мое здоровье – это не мое. Моя мудрость – это не моя мудрость. Мое здоровье – это не мое. Все, что есть у меня, это принадлежит Богу. Однажды Бог скажет, «Дай отчет. Ты не можешь Божь управлять». Тогда мы ничего не сможем сказать Ему. О чем же подумал этот управитель? О, надо просить долги должника. И я приобрету людей. Но таким образом он узнал сердце хозяина. Кто должен был пшеницу, прощает пшеницу. Я бы, знаете, как бы сделал? О, я должен сто мер пшеницы. Все прощаю. Все прощаю. Уйди. Тогда хозяин бы больше вырадовался. Хозяин же не говорит, «Это же мое, ты должен теперь вместо него платить». Когда мы читаем Библию, мы можем ясно увидеть. Да, может быть, мы мудрые, чтобы приобрести деньги. Мы можем подумать о том, о чем другие люди не подумают. Я могу понять Евангелие, понять, что кровь Иисуса Христа это мои грехи омыты. Однако, вся эта мудрость принадлежит не мне. Однако, люди думают, что это их. Это мои часы. Я иногда говорю евангельский, к Емсамуилу. «Не пользуйся моей изумной пастой. Не пользуйся моей изумной щеткой». Тогда он смеется. Да, я говорю, это мое. По-моему, ты использовал мою щетку. Конечно, я говорю шутку. Когда я шутил, как тебе было? Ты же понимал, что я шучу? Все, что у нас принадлежит Господу, даже самое маленькое. Не нужно возмущаться из-за того, что вы бедные. Благодарите, что в доме есть электричество. Тогда Бог будет радоваться и сдаст больше. Если у вас есть обеспеченность, то этим прощайте другим. Ради Евангелия. Приобретайте людей. Тогда вы увидите, как это радует Господа Бога. Миссионер Ким Дэйн, он умер. Я много слышал о том, что он делал. Особенно я, конечно, часто пытался ездить в Миямму, чем в другие страны. И в Миямме пастор Ким Дэйн построил молитвен дом намного больше, чем этот. Он собирал 3000 человек и проводил библейский семинар. Сначала собиралось 200-300, а потом число выросло. Он очень хорошо владел местным языком. Их жители Мияммы были такие чистые. Мне кажется, у них такое чистое сердце. Мияммы – это очень хорошие люди. И многие люди из Кореи эмигрируют в Миямму. Наши волонтеры, которые были там, хотят переехать в Миямму. И живут там достаточно хорошо. Все мы получили от Бога. Даже самое маленькое. Если я думаю, что это принадлежит мне, я могу пользоваться, как мне хочется. Однако все пришло от Бога. Мудростью, которую Бог дал нам. Телом, которое дал нам Бог. Путем, которое дал нам Бог. Любовью, которую дал нам Бог. Счастьем, которое дал нам Бог. Мы должны их дать Господу Богу и использовать для людей Бога. Тогда я думаю, что Бог будет рад и Ему будет угодно, когда решится ситуация с пандемией коронавируса. Я готовлюсь поехать в Израиль. Начальник телекомпании ТБН, мы с ним договорились, что мы хотим благовестить Евангелие на Еврите. Пятницу я общался с миссионером Чан, который служит в Израиле. И также в режиме Олландии общался с другими миссионерами. Я уверен, что в Израиле многие евреи поверят в христианство. В Библии написано, что закончится срок для язычников. На следующий момент это время язычников. Я верю, что начнется день, когда многие евреи будут спасаться. Если Бог будет использовать меня ради такого дела, как же я буду за это благодарен? Прошу, чтобы вы молились за меня. Не нужно о чем-то другом. сердцем Бога. Как я уже говорил. Я размышлял о многих вещах. А в этот раз мы издали книгу. И мне сказали написать вводную часть. Я писал вводную часть. И из Америки попросили отправить на английском языке 60 тысяч экземпляров и 40 тысяч на испанском. И я написал вводную часть такие слова. Что однажды Иисус встретил женщину, взятую в прелюбодеянии. Книжники и фарисеи сказали Иисусу, «Эта женщина взятая во время прелюбодеяния». Моисей в законе заповедал нам побивать таки камнями. «Ты что скажешь, учитель?» Иисус писал перстом на земле. Многие ученые, изучающие Библию, они спрашивают, что же Иисус писал на земле. Людям очень интересно, что же писал Иисус. Мне тоже было очень интересно. Но однажды я прочитал Еремию 31 главу, и я нашел ответ. В Библии только два раза Бог пишет перстом. Первое, когда Он писал 10 заповедей на каменных скрыжалях. А второе, это Иисус, который является Богом, писал на земле. Первое, Бог написал 10 заповедей. Да, 10 заповедей называются законом. Но также называют завета. Ковермент по-английски. Я был однажды в Филадельфии и встретил пастора Большой Церкви. Мы беседовали с ним, и он дал мне визитную карточку. И там написано «Церковь Новый Завет». Я спросил у него, «Знаете, что значит Новый Завет?» Говорит, «Не знаем». Я начал пояснять. В Иеремии 31 главе, 31 стихе написано, «Говорит Господь, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я закушу с домом Израиля, с домом Йоды, Новый Завет». И Новый Завет по-английски звучит «New Government». В 32 стихе написано, «Говорит Господь, «Не такой завет, какой я заключался от самих в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывезти их к земле Египетской». «Тот завет мой они нарушили». В Исходе 19 главе Бог дал обещание израильскому народу. «Если вы все исполните, тогда получите благословение и будьте народом священников». А 28 главе 2-го года написано, «Если исполнишь, получишь благословение, нарушишь, получишь проклятие». И израильтяне получили проклятие. Все! Когда Бог давал 10 заповедей, Он знал, что народ не сможет исполнить. Поэтому, давая две скрижали каменные, Бог показал Моисею небесную скинью и сказал построить скинью на земле и приносить жертву, когда люди согрешат. Если бы люди могли бы исполнить, зачем говорить это? Но Бог знал, что они не смогут исполнить. Но израильтяне пообещали. Если судить по законам Моисея, все должны погибнуть. Бог возлюбил людей. Если судить по первому закону, они все должны погибнуть. Поэтому Бог дает Новый Завет. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я закручусь домом Израиля, с домом Йоды, Новый Завет. Не такой Завет, какой я закручился от самих, когда взял их за руку, чтобы вывезти их с земли египетской. Бог дал 10 заповедей на Горисине, когда вывел израильтян из Египта. Я оставался в союзе, но они оставили. Но вот Завет, который я заключаю с Израилем, «Вложу закон Мой во внутренности их и на сердцах их напишу, я воибудую им Богом, а они будут Моим народом». Первый закон они все нарушили. Поэтому оно не имеет ценности. Там есть только проклятие. И чтобы спасти нас, если судить по закону Моисея, все мы должны получить проклятие. А Новый Завет говорит, «Я прошу беззаконие их и грехов их уже не воспоминут более». По закону Моисея мы получим благословение и проклятие в зависимости от наших дел. И поскольку мы все так решили, мы должны получить проклятие. А Второй Завет Обещает, что Господь Бог спасет нас и просит наши грехи. Женщина взята во время преработеяния. Моисей заповедал таких побивать камнями. «Ты что скажешь, учитель?» Иисус не хотел судить ее по закону Моисея. Хотел судить по новому закону. И Он пишет Новый Завет. Иисус писал дважды. Он сначала написал, потом поднялся и сказал, «Кто из вас без греха первый бросит на камень?» И потом снова начал писать на земле. Почему же Он писал дважды? Потому что закон Моисея был написан дважды. Первый раз, когда Бог написал, Моисея разбил, поэтому Бог написал дважды. Мы находимся под двумя законами. Люди, которые пытаются исполнить закон Моисея, они все получат проклятие. Мы верим в Новый Завет. И, знаете, очень удобно через это говорить с евреями, потому что это написано в Ветхом Завете. Это не написано в Новом Завете, а написано в Ветхом Завете. Иеремия 31, глава 31, стих. Бог обещал дать нам Новый Завет. Он сказал, «Я прошу беззаконие их и грехов я уже не воспомину более». Иисус пришел. Он писал перстом на земле. И этим законом Он спас эту женщину. И затем Иисус умер на кресте, чтобы спасти ее. Это и есть ясность Слова Бога. Мы не пытаемся исполнять закон. Под законом Моисея есть только проклятие. Новый закон. Новым Заветом мы должны руководствоваться. И тогда мы сможем избежать суд. Все мы будем праведны и святы. Я написал такой текст в вводной части книги. Я хочу благовестить Евангелие евреям. Многие евреи говорят, «Как это пастор, чтобы Бог знает, лучше нас закон о приношении жертвы». Потому что они узнали через Библию, и я узнал также о ней через Библию. Особенно корейский перевод очень хороший. Намного лучше, чем перевод на английский язык Библии. Говорят, что в английском переводе «Кинг Джеймс» там на 3,5 Божьих слов. Потому что английский язык — это язык более материальных языков. И поэтому очень трудно описать внутренний мир. И чтобы что-то объяснить, нужно добавлять дополнительные слова. Порой, когда мне что-то непонятно, я открываю английскую Библию. И можно сказать, что корейский перевод намного вкуснее. Очень хорошо описывает. У нас есть хороший перевод Библии. Мы благовествуем Евангелие. «Да не думайте, я хочу долго прожить со здоровьем». Считайте, что Бог мне дал здоровье. У кого нет силы. Давайте вместе со мной будем благодарить Бога и жить. Говорите, Бог, спасибо, что дал здоровье. Бог, спасибо, что дал нам сон. Спасибо, что дал мудрость. Спасибо за то, что даешь пищу. Все это происходит по милости Бога. Для чего? Чтобы куда мы его использовали? Чтобы мы приобретали. Чтобы мы прощали. Бог хочет, чтобы как этот управитель мы прощали грехи. И поэтому вы используете мудрость, деньги, материальные. И я уверен, что тогда вы сможете большое благословение. Вчера мы изучали Библию. Это Евангелие должно быть благовесено до края земли. Мы даже не могли подумать, но через пандемию коронавируса это Евангелие действительно свидетельствует по всему миру. Раньше мы собирались только о молитвенном доме. А через пандемию коронавируса мы начали транслировать проповеди. И так же многие телестанцы говорят. Есть многие телевидения. По вечерам они транслируют спортивные матчи, по бейсболу, по футболу. Можно все транслировать. Достаточно иметь только три камеры хотя бы. А вот создать свою программу очень сложно. И в многих телевидениях появилось в свободном времени, и они транслировали наши проповеди. Мы хотим осудить с начальником ТБН из России. И хотим дальше транслировать в Россию и на Еврите. Прошу молиться. Я желаю, чтобы действительно произошло в Диане, когда весь мир получит спасение. Давайте будем использовать то, что нам хозяин. Мудрость, здоровье и наши дети все используйте ради Евангелия. Я желаю, чтобы Бог похвалил вас. Спасибо. Продолжение следует...